Приветствую всех! На канале Школы Вязания Наша Пряжа. В сегодняшнем видео мы завяжем с вами плотный шнур. Шнур, который легко заменяет шнур из воздушных петель и в это же время такой же легкий, но намного плотнее. Так, использовать такой шнурок можно для завязок шапок, для пинеток или везде, где вы используете завязки из воздушных петель. Вот сразу вам пример. Вот этот шнур в пинеточках. Вот завязки. Вот какой плотный шнурок у нас получается. Вяжется он очень быстро. И первое, что мы сделаем, это оставляем конец нити. Конец нити нам нужно оставить примерно в 3 раза длиннее, чем наша завязка. Давайте мы шнур наш сделаем короткий на 10 сантиметров. Значит 10 на 3. Это 30 сантиметров. Вот я оставляю конец нити. 30 сантиметров. Так, делаем здесь первую петельку. Взяли, повернули, перекрест сделал, подхватили рабочую нить, продели через петельку. Это вот первая воздушная петля. Сразу одели ее на крючок. Вот. Так, теперь вяжется вот так. Ниточку короткую. Вот она у нас. Ниточка от матка. Вот она на пальчике. Короткую ниточку я набрасываю на крючок. Придерживаю вот этот конец. И подхватываю рабочую ниточку, провязываю воздушную петлю. Повторяем. Короткую ниточку набрасываю на крючок, придерживаю, подхватываю рабочую нить, провязываю. Снова раз и два. Раз и два. Вот так, раз за разом, я провязываю свой плотный шнур крючком. Каждый раз сначала набрасываю на крючок короткую ниточку, затем провязываю из рабочей нити воздушную петельку. Вот уже. Так, чтобы это все было быстрее, можно сделать вот так. Ниточку короткую я придерживаю вместе с полотном. И сама же крючком подхватываю. Видите, это то же самое, что набросила. И провязала. Это намного быстрее. Подхватила, провязала. Подхватила, провязала. Таким образом, этот шнур просто вяжется быстрее, чем если вы вручную набрасываете на крючок. Значит, я так вяжу, пока не получу свои 10 сантиметров шнурка. Так, провязываю буквально последние петельки. Вот раз. И два. Ну все, здесь уже нечего вязать. Так, вот такой шнурок получился. Хороший, плотный шнурочек. Отличная будет завязка для шапочки, пинетки или других вещей. Так, и смотрим нашу длину. Вот, 10, даже с половиной, почти 11 сантиметров. И, конечно же, как закончить этот шнур? Провязываем одну воздушную петлю, уже без вот этой дополнительной ниточки. Затем конец нити обрезаем. Хвостик отправляем в последнюю петельку. Вот и туго стягиваем. Так, у нас осталось два таких хвостика. Я люблю вот эти хвостики между собой сначала вот так связывать. Вот, смотрите, как интересно получается. На два узелка раз и вот два. А затем легко прятать в этот же шнурок. Так вот, к примеру, между петельками я ввожу крючок. Кстати, для того, чтобы спрятать, лучше брать не этот же крючок, а крючок помелче. Подхватываю и вот так прячем между вот этими петельками. Кончик отрезаем. Так, вот такой конец получается с одной стороны. Вот такой конец с другой стороны. Согласитесь, очень хороший шнурочек для завязок. Итак, пинетки, где мы вот этот шнурок использовали, как вязать я уже покажу в следующем видео. С вами была Катерина Мушина. Это канал Школы Вязания Наша Пряжа. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok